Ну что, проезжаем мы в Волоградскую область и заезжаем автоматически в Астраханскую область. Добро пожаловать. Сделали пару фотографий, остановились, отдохнули немного и движемся дальше. Холодно, холодно. Хоть и май месяц на улице, но, блин, ветер. Холодно, да, реально. Такой прям ледяной ветер. Видать, с Волги тянет это вот прям. Не знаю, прям аж морозная свежесть. Хоть бы предупредили, что будет так холодно. Нашим тяготам наверняка есть достойное объяснение. А потом будем мучиться от жары. Ну, как всегда, нам мотоциклистам не угодишь. Нам то жарко, то холодно, то мокро, то... То еще что-нибудь. Да, так что. Что, двигаемся дальше. Вроде солнышко, вроде тепло, а на самом деле ветер холодный. Ну, ничего. Скоро будем от жары умирать. Вот человека встретили и едет с Афганистана, в Болгоградской области. Ну, значит, это будет нормально, но тоже поедет. Рассказывает. Что, как делать? Вот, транс... Трансальп. В Афганистане, выехал 26-го. Апреля выехал, да? Поснимаю. Этого Диму случайно не видел там... На Баджадже. Да. Не, не... Мототревел, который... Может быть, я много никого видел, но я не останусь... А русских много вообще в Афганистане сейчас? Очень много. Много, да? Много, да. Вообще, все катаются. И на Памире очень много. Там питание... Нет, о Неме, что ты мне снимаешь? 15 мотоцидов. Вот так, прям, ененько. Ну, здорово, мне понравилось. Съездите обязательно. Поедете. Главное, по еде смотрите. Там, да, не ховануть, да? Ничего такого. Да, это больше к Узбекистану относится. К Узбекистану это вообще... Там надо просморить, чем у меня есть. И в Узбекистану, вы больше поедете через Узбекистан. Да. Ну, вот эта дорога, ребят, там не дорога. Прямо сразу съезжайте, вот в эту пустыню, или как это называется, съезжайте по песку. Там лучше, прикольнее. И скорость там 80-90 может держать. Потому что дорога там с Советского Союза ничего не восстанавливает. Это по Казахстану, получается? Да, по Узбекистану. По Узбекистану. По Узбекистану. То есть, в Казахстан вот такая дорога. Ага. Вот сделали дорогу, 85% до Атырау вы едете прям люто. Люто можно пылесосить на полную катушку. Там есть небольшие съезды по километрах, может быть, самый длинный, 5, может быть, 7. Такой вот где. Не очень. Ну, там тоже на Роя 80 ехал. Стойки просто. И вся. То есть, такой асфальт, какой-то странный асфальт. А так, дорога идеальная. То есть, это Каев молодец, сделал дорогу. Ну, конечно, сколько жалоб. А потом откуда начинается плохая? После Атырау? Как только границу пересекаете, 5 километров с Узбекистаном, 5 километров и все. Вы же поедете в Узбекистан и посередине Узбекистана будете на Афгану. Да, да, да. На главную дорогу до Кабула. Да. Вот все равно вы заденете эту дорогу, ту раску. Да, Женек с Афганой едет, пообщались. Давай, удачи, братан. Добрались мы до республики Калмыкия, до границы. Ветровиков очень много по дороге Астраханской области. Астраханской области и Республика Калмыкия. Юстинский район. Вот такая с Андрюхой сейчас сфотографируемся. Ветер, конечно, теплее стало. Но все равно ветер дует боковой конкретно. А так ничего. Интересно ехать. Дорога, степь, степь и все. В принципе. В Астрахани осталось где-то 160 километров нам ехать. Погода солнечная. Главное, что дождя нету. Это радует. С Андрюхой решили пообедать. Время. Но мне кажется, время больше, потому что... А, 14-21 еще. Потому что в Астрахани на час уже вперед. Время или назад. Я что-то так и не помню. Ну, сейчас посмотрим в Астраханской области. Решили пообедать, что-нибудь покушать. Местной еды, как мы в республике Калмыкия. И здесь, как бы, есть национальные блюда. Вкусные. И вот, думаю, заехать как раз заодно и поесть. Вот. Ну, что-то пока кафешек, пока я не наблюдаю. Ну, посмотрим. Может, дальше что-то будет. Что-то левая сторона мне тянет. Не могу вообще. Мне так просто продуло. Ой, даже руку. Я даже сейчас вот подшлемник даже не мог. Остановились, фотографировали. С Астрахани, 158 километров. Фотографировались вообще руку. Ну, плечо тянет конкретно. И руку, локоть тянет. Очень сильно. Ну, ладно, сейчас до баекпоста доедем. Там лекарства у меня есть, помажу. Что-то вообще очень больно. Продуло, конечно, с этой пободой ужасно вообще. Ехали, ехали, заехали. Короче, кафе передаст. Оханю. 100 километров осталось. Я руку тянет не могу. Продуло конкретно. Даже держать камеру тяжело. Сейчас закажем поесть. Давайте цены. Принесли нам еду. Сейчас покажу обзор. Нормально. Как дома? Да, вполне нормальная. Баранина. Сухарики бесплатно. Андрюха баранина с картохой заказала. Что, всем приятного аппетита. Такое, что, покушали. Поели, надо дальше двигаться. Нормальный обед. 800 рублей сказал. Думал, Андрюха, я говорю, дорого. Андрюха меня поддержал. Говорит, да, дорого. А на самом деле порция огромная. Реально стоит это. Ну и вкусно очень. Баранина вообще. Да, Андрюха? Как тебе баранина? Баранина вообще бомба. Да, нормальная еда. Ну, вкусно. Вкусно. Наелись. На целый день, да, вообще. Питательно. Просто порция большая. Да. Мы с Андрюхой себе подобных не едим. Да, Андрюха? Да! Свинину только по баранин убиваемся. Да. Скоро им поем в Казахстан. Узбекистан, Таджикистан. Баранина не будет. Ой, свинины не будет. Будет баранина. Наше мясо. Ладно, что. Попрыгали дальше. Все, будчики бомбони. Ребята, Австрахань скоро будет взята нами. Подъезжаем мы к легендарному месту Мексиканец Игоряк. Мексика. Вот оно. Хозяин моих поста Мексика. Что, будем загонять, да? Конечно, а что тянуть кота за яйца? Как это? Да нормально. А ты что? Мы съездим в магазин? Да. Знакомься, Андрюха. А, вот. Ой. Заезжай тогда, Андрюха. Ну, тогда заеду. Давай, наверное, да. Да. Так, а вот сюда? Да, куда есть. Это не пятизвездочный отель. Это байкпост мексиканца. Добро пожаловать. Пойдемте сделаем пятиминутный обзор. О, Игорька. Хозяин. Смотрите, какие цветочки. Все как в зеленый уголок. Как все вот я так люблю. Так, как дома. Мы вот с Андрюхой заселились на втором этаже. Мопеды свои поставили. Припарковали. Будем сегодня здесь отдыхать. Вот главный гость. Главный хозяин. Гость это я главный. А хозяин вот стоит. Ну, как сказать. Здравствуй, Игорек. Еще раз. Братик. Сколько лет, сколько зим. Когда я был в крайний раз. Ну-ка, накид, очки. Пройдемся. Блин. На гусе, когда я приезжал. Это 2022 или 2021 был год. Подожди. А, ну да. Да. Два года назад почти. Два года назад. Да. Так, ну что у нас, Игорь. Какие сейчас планы? Так, ну мы что, домогазин у вас? Да, да. Домогазин. Это мексиканская комната. Главное, где все собираются. Если умеете играть на гитаре, можете приехать сыграть. И спеть. На чай, на кофе. Припухать. Оплата за условия хостинга производится переводом по номеру. Вот так. Вот, видите, наклейку главную. Мотопуты. Женился, теперь он в мини-воене ездит. На семейном автомобиле, да? А Полик продал? Да. Продал, да? Давно уже. А этот, с Павлодара, как его зовут? Юра. Юрчик, да. Он как поживает? Общаешься? Да. Ну, да, конечно. Да? Нормально тоже по видео созвонить. Андрюха сзади прибомбился. Не хочет впереди. Я не люблю впереди ездить. Вот реально. Не на такси, не на чужих машинах впереди. Только сзади. Боишься, что ли? Ну, у меня какая-то, да, какая-то фобия, да. Фобия. Сейчас мы едем, вот Игорек нас, главный мексиканец, поста Мексики в Астрахани везет нас в гипермаркет местный. Ну, и в аптеку сейчас. Купим мы сейчас что-нибудь перекусить на утро. Посидим, пообщаемся, запишем интервью с Игореком. Что, завтра на Казани станут? Ну, вот я вам скажу, вот, 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 слушай, я по другой как-то раньше, Андрюха, ездил дороги. Помнишь, мы с Саняком с Тамбова приезжали? Мы как-то через какую-то другую дорогу ехали там. Ну, через город сюда как-то добирали к себе. А, вы по тому берегу, наверное. Да, по тому берегу шли. А в этот раз, я думал, мы опять же так же поехали. Андрюха, поехали типа это. Я подумал, что я по той дороге еду. А на самом деле, она очень удобная, с Волгограда именно. Мы раз, да, сюда, Андрюха? И мы ни через город не чалились, ничего, ни светофоры, ничего, да? Да, мы даже в город не заехали. Не заехали даже, да. Вы, получается, по вот этой, Р-22? Да, 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 Р-22. Да, нормальная трасса. Отлично, я по тому берегу у нас никто не ездит, Костя, уже давно. Давно, да? Ну, вот я по тому берегу, да, ездил. Там где-то, как, вот, где фильмы снимают, там, как это место называется? Да, да, Сарай-Бату. Вот, Сарай-Бату, да, вот мы туда заезжали. Не сидится нам на месте. Вот такая штука. Это вот штатив, который с собой везу, и она у нас потерялась. Вот хочу. Не? Надо дюймовый. Как, дюймовый, да, получается? Весьма дюймовый. Да, дюймовый. С Харльдейнсона подойдет мотоцикл отсюда. Гаечка. Ой. Отдохнули немножко, надо сейчас подготовиться, хотим общую фотографию сделать. Игорек, есть дюймовый-то какое? О, гаечка, резьба. На шесть дюймовая. Бля, где-то там. Где-то там. Игорек, мастерской. Вот здесь не будет. Болтики-то там. Болтики. Братик, расскажи, деде Коле, ты показывал, как у них байк-пост в Элисте, да, получается? Как называется он, на черт? Степной братство. Степной братство. У деде Коли было 70 лет. И вот от семьи мексиканцев деде Коле заказали мангал, да? Не то, что заказали, наш человек в Саранске сделал его сам. А, сам сделал, да? В Саратове сделали букву, именно название. В Саранске уже сварили, все сделали, там все четко. И вот транспортная нас подвела. Ну, хорошо. Ну, подарите его, да? Да, да. Ну, ты покажи видео на телефоне, да. Он как придет, мы его сразу, это, так, сейчас. Мы его сразу отправим. Ты только смотри, там не это, не выставляй. Нет, это будет потом осенью будет на видео. Ну, да. Зимой это когда будет, не сейчас. Это подарок, все. Не, я понял, это зимой будет видео монтироваться. А, все. Да. Дедя Коля будет сам, ну... Уже будет видео, как мы его приедем, вручим, все. Вот такой мангал, вот видите. Сейчас, держи, держи, ага. Это из дуба вставки, ну, то есть столики, это дубовые пластины стоят. Мексиканус, да? Да. Чисто от семьи мексиканской, да, получается? Ну, кочерга, вон, видишь, из цепи там сделала. А, ну, все нам, все по мото-теме, да? Ну, естественно. Деде Коле сколько было в этом году? 70 лет, да, юбилей? 70 лет, да. Да. Совершенно верно, 70 лет. Вот Игорьку говорю, что будет мне на следующий год 41, и прошу мне подарить уровень, да, Игорь? Строительный, как я здесь фотографировал здесь, стоял. А тебе врачу. Да, я говорю, мне какой-нибудь, да, машину. Я же думаю, что он с собой уровень, блядь, может? Строительный. Что он вынестанет, что ли, что-то открыть хочет? Не пойму, что-то. Открыть. Это, блядь, для фотографий. Я же ответственный по этой поездке по мультикам, понимаешь, по мотомультикам. Не, ну мало ли, может, ты сразу уровень взял, там, блядь, распланируешь себе площадочку там где-нибудь. Под бейк-постом, да? Да. В Афганистане, вот это же августяк, скажет, ну точно, кукухой поехал, пацан. Все забрал под себя, весь бизнес, мотобизнес, да? Херово знает, может, на Памире ты там, блядь, на горке, нахуй, вагончик какой-нибудь поставишь, блядь. Иван Васильевич, я туда заселю и будет там телепортироваться на сезон. А вот идет... Кинокрут. Ну что, рассказывай. Что? Золотые руки. Короче, ребята, потеряли мы одну фишку. Называется, знаете, хураебочка. Да, по-деревенски. Пока, не, не по-деревенному, мы же не с деревенными, с колхоза. С колхозом, мы с колхозом. Да. И вот Андрюха, золотые руки. Я отвечаю за мультики, а Андрюха вот... За вся кушня. Да. За техническое... Я хотел гаечку искал, искал, никого не нашел. Потом Андрюха пошел и сделал все. Я думаю, все будет работать. Понятно? Нравится? Да, да. Так, все четко. Смотри, сюда ее накрутим. Угу. Шарик вот здесь. И чтобы все смотрели. Монитор не переворачивали, понял? Или телефон, когда будет смотреть видосы. Угу. А чтобы все было по фуншую. Вот так. Чтобы горизонт был. Уровень, как это сказал. Мексиконос. Мексиканос сказал, да. Я на 41 жду, Линкольн. Навигатор, братик. В Краснодар желательно. Если что, доставки не будет. Мы сами прием с его насилищем соберем. Вообще. Изги на кирпичом. Зачем я тебе достану с деком, блядь. Модельку, навигатором, блядь. А туда еще внутрь положу кольт тоже такой. Знаешь, пистолетик маленький такой. И все, блядь. Все работает. Все. Движемся дальше. Конечно, только хуй. Ребята, доброе утро. Сегодня четвертый день. 14 мая. 24 год. Проснулся. Сейчас еще не умылся толком. Сейчас подумываться. Сразу вот. Решил, короче, шлем. Протереть. Отмошек, от всего. Визор. Чтобы был чистый. Купил, Андрюха, посоветовал такой. Себе он купил такой. Мистер Пропер. Ком и дегат с утра. Да. Протер Моцак. Сейчас, короче, собираемся. Грузимся. Короче, двигаем дальше. Спасибо мексиканцу за теплый прием. За отдых. На байк-посте. И большое спасибо Машуле. Его жене. Мексиканцу. За вот такое, знаете. За дизайнерские вот такие цветочки. На байк-посте. В горшочках. Все чистенько. Вообще. Реально. Все класс. Сегодня у нас проходка за границей Казахстана. Таможня пройдем. И покатим по Краснодару. Ой, по Краснодару. По Казахстану, блядь. Краснодар. Что-то у меня, блядь. Чудится с утра. Сейчас время. 6 часов. Это по-нашему. А по-ихнему это 7 часов утра. Идем завтракать. Собираемся. И в путь дорогу. А вы не забывайте подписаться под канал. Благословная фамилия. Телеграм внизу. В описании. Тоже подписывайтесь. Тоже много новостей. О, что-то какое-то утро. Нормально. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok